Эта лекция адаптирована под то, что сейчас реально требует фонд президентских грантов. На основе требований этого фонда сейчас уже выкрутили требования, которые существуют и ставятся для региональных конкурсов. Задачей нашего курса является то, чтобы вы могли в случае желания и в случае возможности самостоятельно подать заявку и реализовать свои проекты, в том числе при участии Министерства культуры, Министерства финансов. Если кто-то из вас пойдет по НИОКРу по научным разработкам, заявка фактически отличается только тем, что там содержится дополнительный блок по научному обоснованию вашей необходимости, вашей разработки. Но там точно так же существует блок по социальной проблематике. И когда вы делаете описание, для чего вы вообще хотите сделать исследование, разработку, там код хотя бы сверстать, в любом случае вы указываете социальную составляющую вашего проекта. Это реальность, которая сейчас с нами есть. За рубежом эта реальность существует уже давно. То есть если вы начинаете что-то разрабатывать, вы должны обосновать, что это принесет людям. В роли целевого аудитории у вас всегда выступают люди, даже если вы это обозначаете корпорация. Корпорация состоит все равно из людей. Индустрия все равно делает что-то для людей. И разработки вы делаете для того, чтобы улучшить жизнь людей. Соответственно здесь, то что мы увидели на сессии, у вас есть это нормально. Сразу говорю, это нормально. У вас есть сложности, чтобы между целью, задачами и результатами сформировать единую систему. То есть у вас цель и результат фактически должны практически повторяться один в один. То есть вы поставили цель решить какую-то проблему. И результатом у вас должно быть решение этой проблемы. И между этими точками должна быть не то, что прямая связь. Они практически должны быть идентичны. Этот же навык вы используете, когда делаете какую-то научную работу. То есть вы сделали вступление, расписали, как вы решаете проблему. То есть вы поставили гипотезу, решили как-то проблему, привели доводы, материалы, исследования, сделали ресерч. В конце вы на основе первоначальной главы введения делаете заключение. Это вам задел просто на будущее. То есть любая в принципе работа раскладывается как проект. И ваш диплом не будет исключений. И ваши курсовые строятся по тому же самому принципу. И в принципе вы вот эту методологию можете использовать и дальше. И сейчас я объясню вам, как это подает фонд президентских грантов. Это лекция построена на официальном материале, который они дают на своих обучениях. У вас сейчас есть возможность попасть на это обучение, только если вы будете в составе кого-то из грантоподавателей на конкурс. То есть просто прийти, пройти обучение и сказать, я хочу на конкурс, я хочу на обучение, вы можете пройти онлайн-курс. Это материалы уже с марафона, который идет непосредственно с участниками, которые подавали на конкурс, но которые там не добрали чуть-чуть балл. Как в моем случае. Соответственно, он построен то, как это дают преподавателям самого курса и самого фонда. И плюс участники, которые уже выиграли непосредственно эти гранты. Опять же, финансовое обоснование, зачем вам это может быть надо. Существует целая ветка бизнеса, когда к вам приходит компания и говорит, мы можем заполнить вам заявку на не менее чем 50 баллов, чтобы вы получили в конкурсе. Выигрыш не гарантируем, но 50 баллов 100 про вас. Я могу сказать так. После правильного ознакомления и понимания того, что сейчас будет дано, в принципе, 50 баллов вы сможете заполнить сами. То есть, это не очень сложно на самом деле. При правильном понимании, в принципе, целей, задач и результата. Потому что эксперты, когда просматривают блок бюджет, они смотрят в последнюю очередь. Но за первый блок постановки цели, результата, задач и мероприятий, и связанность между всеми этими параметрами, они ставят самый высокий балл, там самые высокие коэффициенты. И в принципе, просто вот этот блок сделав в вашем проекте связанным, однозначным, вы сможете сделать его измеримым. То есть, то, про что я уже говорил, то, про что вам говорил Денис Александрович, что цели, задачи, они должны быть измеримы. Результат должен быть измерим. И он должен быть ограничен во времени. Когда мы слышим фразу «социальный проект», то есть, когда мы меняем что-то в жизни людей, для нас обычно это кажется, ну как, мы можем измерить, что у людей изменилось там в жизни. На самом деле можем. И это не настолько сложно. И большая часть ваших проектов, если не сказать все, сейчас практически подпадает под категорию «социальный». Просто формулируете вы это по-другому. Но можно переформулировать это в «социальные проекты», потому что до инвестиционных у вас пока не хватит ресурсов. Просто потому что вам нужно тогда быть какой-нибудь большой корпорацией. Тогда у вас будут инвестиционные проекты. Инновационных у вас тоже пока мы не увидели. Возможно, что-то изменится в течение семестра, либо в течение следующего. В любом случае, пока у вас проекты подпадают на 95% под категорию «социальный». Поэтому сегодня мы разберем именно то, что такое социальное проектирование, вообще что такое социальный проект и с чем это едят. Лекции, чек-листы, которые я буду использовать в презентации, они будут на Canvas. Вернее, они уже есть, просто пока эта лекция еще находится не опубликованной. По окончанию лекции я, соответственно, перенесу видео на другой хостинг, чтобы оно не стерлось, и открою лекцию для ознакомления. То есть вы сможете все эти материалы еще раз перепроверить. Итак, потихонечку начнем. Итак, социальное проектирование, с чем это едят, и вообще что такое социальный проект? Как я уже говорил, социальный проект – это то, что направлено на людей. Это ограниченный комплекс во времени мероприятий, которое приведет к заранее, к заранее, подчеркиваю, запланированному результату по решению проблемы целевой группы. То есть социальный проект от начала до конца нужно проектировать для конкретных людей. Конкретные люди – это и есть ваша целевая группа проекта. Как получить эту группу? Все точно так же, как в маркетинге ничего не меняется. Ваши люди объединены какой-то проблемой или потребностью. Именно с ней они входят в этот проект, участвуют в его мероприятиях, и благодаря этому с ним происходят изменения. И в результате их изначальная проблема полностью или частично устраняется. Это и есть результат проекта. Сразу обращу ваше внимание, что здесь нужно быть очень внимательный к тому, что является вообще целью вашего проекта. Если вы ставите какую-то глобальную цель из разряда «Мир во всем мире», уже не прокатит. Вы должны ставить реальные цели на основе своих ресурсов. Даже если результаты у вас будут небольшие. То есть нормально, что для проектов у вас там будет изменение у группы там 30-50 человек. Это нормально. Вы можете не ставить цель поменять весь мир, если у вас нет на это ресурсов. Эксперты это понимают. За адекватность ставят отдельный балл. Но если вы сильно занижаете результаты проекта, при отчетности тоже будут проблемы. Поэтому для начала всегда нужно провести исследование. То есть то, к чему мы вас готовили, и то, что вы делали в прошлом семестре. И главное, еще раз, что мы проводим исследование, чтобы даже определиться просто с целевой группой. Потому что главное в социальном проекте это люди, а целевая группа, она одна. Это одна группа, которая объединена общей проблемой или потребностью. у всех людей в целевой группе должны быть какие-то общие характеристики. То есть, например, возраст, пол, мест проживания и какие-то общие интересы. Даже общая проблема это тоже одна общая характеристика вашей целевой группы. Точно так же с другими разработками, то есть связь между научными проектами, социальными проектами, инвестиционными проектами. У вас всегда целевая группа. Это какой-то определенный сегмент рынка. Назовем это так. Словами, которые вам будут, наверное, привычны через какое-то время. И, соответственно, вы определяете параметры этого сегмента. То есть, кто получит выгоду от вашего проекта. В том числе и вы, если вы входите в целевую группу. Приведу пример, чтобы вы понимали и чтобы у вас связь немножечко сформировалась. есть человек, назовем его Анатолий. Вот Анатолий хочет провести в своем городе научный фестиваль по науке. И думает, кто же у него целевая группа проекта. То есть, он определил для себя, что он хочет провести его для молодежи. То есть, кому вообще будет полезен фестиваль. Соответственно, уже появились молодые ученые, которые могут себя проявить а также на этом фестивале могут выступить уже состоявшиеся ученые, которые смогут поделиться опытом. Плюс, сюда же в аудиторию могут добавиться школьники старших классов, а также студенты различных специальностей, которые рассматривают науку вообще как карьерный путь. И плюс еще в дополнение у нас к аудитории может добавиться все жители города, которые интересуются наукой, и могут прийти на этот фестиваль. И по сути получается, что у нас огромная аудитория в виде всего города. Но на самом деле это не так. И мы начинаем сужать. То есть, мы начинаем вообще разбирать вопрос, а все вот эти люди упомянутые, это целевые группы для проекта или нет. если мы учитываем то, что у одного проекта может быть только одна целевая группа, значит, нам нужно выбрать. Соответственно, мы начинаем спрашивать себя несколько вопросов. Обратите внимание, какая из этих групп для вас важнее всего? Потому что проект будете писать вы и адаптировать его вы будете под свои ресурсы. И вам нужно выбирать, какая группа важнее для вас. Не важнее для общества, не важнее для решения каких-то глобальных проблем, неудобнее, а важнее именно для вас. То есть, с кем вы будете с интересом и вовлечением работать. Для кого вы хотите сделать свой проект в первую очередь? То есть, в случае с Анатолием, для кого он хочет сделать проект в первую очередь? И в чьей жизни данный проект, данный фестиваль сделает наиболее значимые изменения? В итоге наш герой выбирает студентов различных специальностей, которым необходимо помочь в выборе карьеры в науке. Таким образом он сузил аудиторию до той, которую можно посчитать и вычислить. Но и это пока еще не финальная версия на самом деле этой аудитории и еще придется над ней поработать. Соответственно, типичные ошибки в гипотезе о целевой группе и проблем. Целевая группа объединяет в себе несколько разных целевых групп, которые делают ее неоднородной по признакам. Эта фраза, наверное, вот сходу непонятно. Объясню на конкретном примере. У вас есть группа подростки, но группа подростки опять же себя включает как детей с 10 до 14 лет, также она может включать в себя детей с 14 до 17 лет, и в том числе в некоторых статистических данных допускается использование для этой категории либо возраст с 8 лет, хотя это считается еще дети, либо возраст до 20. И вы здесь сами определяете, кто для вас подростки, то есть по какому критерию вы их выделяете. То есть вы их выделяете по медицинским данным, по статистическим данным, по данным исследований, которые вы используете в своих работах, и тогда вы определяете подростки возраста от 10 до 15 лет, учащиеся старших классов школы, либо первых курсов техникуму, причем когда вы объединяете школу и техникум, вы уже сделали ошибку, и у тех, и у других есть различные интересы, то есть те, кто учится в старших класса школы, заинтересован в сдаче ЕГЭ, те, кто учатся в техникуме, у них уже задача сдать сессию в Тихань, поэтому эти группы уже испытывают разделение непосредственно по интересам, точно так же, когда вы берете молодежь в возрасте от 14 до официальной границы 35 лет, то есть вы должны понимать, что да, по закону это молодежь, но по факту 14 20 это отдельный промежуток, причем там может быть три целевых группы, потому что это могут быть и школьники, и учащиеся технологических колледжей, и соответственно студенты вузов, а еще те, кто нигде не учится и уже работает, те, кто у нас ушел в армию, и у всех этих групп разные интересы, с 25 до 30 это может быть как начинающая карьера, так и молодые родители и так далее и тому подобное, поэтому вы должны четко определяться с аудиторией своего проекта, на кого вы воздействуете, если вы говорите студентами СИС, каких специальностей, каких курсов, по каком возрасте либо по какому-то признаку, так вот удачно было сделано посещающие спорткомплекс, все остальные, кто не посещают, у вас в аудиторию не входит, потому что они физически там не бывают, они не могут являться благополучательными проектами, люди, которые бывают на 10 этаже, которые могут взять книжку, студенты языковых специальностей, им это интересно, студенты, которые испытывают проблемы с изучением иностранных языков, но опять же, здесь надо тогда определять, какие книги у нас там будут стоять, как мы будем проводить градацию, потому что есть книги для начинающих, для продолжающих и для профи, то есть, если вы можете на кельтском читать в оригинале, вам сказка про колобка или унесенный ветром может быть скучной на иностранном языке, или сказка про пиноккио, то есть, ну там достаточно простой язык, таким образом вы ограничиваете аудиторию проекта и можете ее посчитать, то есть, вы можете прийти в деканат и спросить, сколько у нас людей, которые изучают, например, английский как иностранный, это фактически люди начинающие, там, на первом курсе бакалавриата, на первом курсе магистратуры, вы получите примерно целевую аудиторию, с остальными языками точно так же, второй язык по умолчанию считается более слабым, но вы понимаете, что вы в этом моменте делаете статистическое допущение того, что у вас люди плохо знают язык или находят, или этот язык находится на начальном уровне, естественно, что не для всех это будет составлять реальную цифру, но об этом в принципе мы можем опять же заявить, это как раз те, кому мы оповестим, это еще не целевая группа, это вообще люди, которых мы можем оповестить, так же, как в примере с Анатолием, то есть он может оповестить о фестивале весь город, информировать о том, что он проводится, но фактически целевой группой весь город не является, а является небольшая группа людей, либо, чтобы было понятнее и нагляднее, будет сейчас второй пример, доразберем типичные ошибки, то есть указано несколько целевых групп, то есть то, что я сказал, если вы делаете большой разброс по возрасту, по географии, даже иногда играет роль указанного у вас мальчики или девочки, это тоже может быть отличительной характеристикой целевой группы. Проблема отсутствия инструмента, нету зала, нету автомата, нету книг, это инструмент, проблема в том, что испытывают сложности в изучении языка, испытывают жажду, не могут закрыть какие-то социальные потребности, испытывают трудности в том, чтобы добраться до вуза. Вы не пишете, что метро раскопали, такси не ходят, автобусы дорогие. это те вопросы, которые вы физически решить не можете, потому что эти вопросы находятся, например, не в вашей юридикции. А если студенты не умеют, не знают, что такое раздельный сбор мусора, студенты не обладают навыками экологической ответственности, экологической грамотности, окей, но не обладают и не обладают, это же не проблема. А вот студенты испытывают сложности в изучении экологической грамотности, это уже проблема. И вот здесь вы можете им помочь. Через раздельный сбор мусора, объяснения, лекции, мероприятия. Соответственно, иногда в проблему включено много информации. И причины проблемы, и сама проблема, и следствие. Следствие чего нарушается, вот как раз если мы берем экологический вопрос, то есть студенты испытывают сложности в получении экологической компетенции, экологической грамотности. Окей. Следствие чего они не знают, как сортировать мусор, это следствие. при этом если они сортируют мусор, значит они участвуют в общем загрязнении планеты, значит они уничтожают озоновый слой. Это уже следствие. И в данном случае то, что например мусор после того, как студенты все разберут, он возится на завод и правильно не перерабатывается, уже не принадлежит студентам. они все что могли сделали. Вы все что могли сделали. Транспортировка и сортировка мусора не входит в ваше ведение. Но вы можете участвовать в том, чтобы например вуз внесли в точки, куда заезжает машина, которая занимает мусор раздельно. Вы можете подать заявку на установку как раз бокса по раздельному сбору мусора на основе того, что таким образом вы будете решать вопрос с тем, чтобы студенты могли те, кто хотят и испытывают потребность, могли изучать вопросы экологической грамотности на конкретных примерах. То есть вот у них есть проблемы, им хочется, но не знают с чего начать. Вы помогаете решить данный вопрос. Например, есть еще другой пример, он не настолько красочный, но возможно где-то у кого-то найдет отклик. В рамках проекта необходимо помочь молодым людям с алкозависимостью перестать употреблять алкоголь и выйти на трезвый уровень жизни. Теперь внимательно слушайте дальше. Это не вся формулировка проблем, а их родственникам улучшить эмоциональное и психологическое состояние. То есть у нас здесь уже две целевых группы. У нас есть сами молодые люди и есть родственники молодых людей. Соответственно, для каждой целевой группы мы формулируем проблему. Молодые люди с алкозависимостью не могут самостоятельно перестать употреблять алкоголь. Проблема есть? Есть. Родственники молодых людей с алкозависимостью испытывают эмоциональную и психологическую истощенность. Проблема есть? Есть. Да, она является следствием первой проблемы, но при этом прямая связь тут не находится. И как результат. Это как пример. То есть минимум половину участников с алкозависимостью перестали употреблять алкоголь. То есть опять же на этапе когда мы будем оформлять документацию мы укажем что мы берем молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет проживающих на территории города Москва в районе какого-то сейчас не буду выбирать. Вот. То есть в каком-то из районов у которых которые испытывают проблемы с алкоголем хотят их решить но не могут. Мы по статистике в принципе из наркодиспансера это можем получить. Ну то есть они в принципе вообще опять же по районам эту статистику дают в ежегодном отчете например главы это есть в ежегодном отчете МВД в медикоотчетности эти цифры указываются то есть процент от общих жителей на районе и можно посчитать сколько из них в какой возрастной группе то есть на сайте статистики на самом деле достаточно много всякой информации и мы соответственно предполагаем что мы охватываем всю вот эту вот группу на отдельном районе какими-то своими мероприятиями начинаем решать их вопросы и соответственно у нас но мы понимаем что решить все проблемы мы не можем поэтому мы пишем что в результате минимум половину более 50% эта формулировка допускается в результате то есть когда вы в результате проекта пишите что у вас от общего числа но его нужно будет посчитать прикинуть какая-то часть сработает какая-то нет нормально для родственников минимум 70% родственников молодых людей с алкозависимостью улучшили свое эмоциональное и психологическое состояние отлично то есть мы их научили либо не обращать на это внимание либо переносить это проще то есть либо поддерживать друг друга каким-то образом мы им помогли то есть в принципе процент 70% в данном случае он является реально достижимее чем половина участников из предыдущей целевой аудитории из предыдущей категории является на самом деле более достижимым чем предыдущий 50% поэтому у нас здесь 70 там 50 и это еще взято с запаса то есть по сути наши цели проекта звучат как в первой категории помочь молодым людям с алкозависимостью перестать употреблять алкоголь мы им помогаем мы не можем сказать что они бах и перестанут то есть сделать так чтобы люди перестали употреблять алкоголь вы не выполните эту цель а вот помочь молодым людям помним в возрасте таком-то проживающим там-то с алкозависимостью перестать употреблять алкоголь помочь вы можете точно так же как помочь родственникам людей вы тоже можете помочь создать условия еще что-то поменять что-то вы можете полностью закрыть какую-то проблему а если вы чувствуете что вы можете то скорее всего вам нужно четко ограничивать по территориальному и демографическому признаку тогда ваша цель будет реальна чтобы у какой-то группы людей четко закрываете эту проблему вы знаете как у вас есть статистика у вас есть наработка предыдущих проектов но это забегая вперед эта табличка тоже будет у вас в канвасе то есть вы сможете ее посмотреть и тогда вы можете определиться какая целевая группа вам в принципе ближе то есть как здесь у нас получается сами молодые люди то есть мы понимаем в чем у них проблема какая у них цель какой комплекс мероприятий провести и мы понимаем какой мы получим на выхлопе результат с их родственниками и тем более с их семьей уже не так однозначно то есть нельзя опять же смешивать молодых людей и их родителей это в последней категории потому что у них разный интерес и вот здесь мы начинаем разбивать нашу гипотезу пока это только гипотеза мы ее начинаем разбирать на задачи которые приведут к достижению каждой из этих целей а для каждой из задач надо подобрать комплекс связанных мероприятий и в конце проекта необходимо измерить результаты у каждой целевых групп то есть нам нужно понять что у нас есть на входе и что у нас будет на выходе и если мы вернемся к опять же людям с алкозависимостью у нас там по сути две целевых группы а это два разных проекта и мы их должны разделить то есть мы не можем их подать в рамках одной заявки нас зарежут просто на этапе рассмотрения поэтому чем более четко я написал опять же вам то есть что нужно указать из минимальных параметров чем более четко вы сможете сформулировать целевую группу тем быстрее вы сможете понять какая у нее проблема и какой результат в ее случае вы можете получить то есть по сути формула проблемы раскладывается на простые составляющие проблема это целевая группа и плюс ее поведение то есть что мы сейчас наблюдаем проблем молодые люди пьют алкоголь и не могут остановиться вот проблема родственники молодых людей употребляющих алкоголь испытывают эмоциональный стресс напряжение состояние целевая группа родственники поведения испытывают стресс это проблема по такой простой формуле в принципе то есть вы ставите целевую группу на первое место и что с ними сейчас происходит вы можете найти проблему но опять же это только начало самая распространенная ошибка здесь как вот здесь вот уже в табличке вам дано небольшой спойлер то есть в принципе все задания они спойлерят про то что будет дальше самая большая и самая распространенная ошибка когда мы начинаем смешивать целевые группы которые для нас кажутся одним связанным вообще как бы одной связанной категории это как раз семьи семья это у нас мама и папа мама и папа могут рассматриваться отдельно и дети дети могут быть разновозрастными мы можем рассматривать семью как ячейку общества тогда мы должны определить характер ее то есть полная неполная семья проживающая там-то там-то с детьми какого возраста имеющий доход такой-то и так далее и тому подобное то есть мы должны выбрать какие-то объединяющие параметры но зачастую когда у нас есть например это проекты которые связаны обычно с детьми инвалидами там мешают и родители и детей то есть если у детей есть какие-то особенности развития все там перемешиваешь надо работать с детьми и с родителями и у нас целевая группа и дети и родители мы кому помогаем детям или родителям в первую очередь то есть здесь мы должны понять что у нас мероприятие для детей будут отличаться от мероприятий для родителей и задачи для детей будут отличаться от задач для родителей Детям нужно решить их вопросы. Их нужно научить, как справляться с трудностями. А родителей нужно научить, как помогать детям, как справляться с трудностями. Казалось бы, задачи связаны, но нет. Тем не менее, мы можем обосновать в рамках одного проекта, как мы это все решаем. Но тогда у нас все равно останется одна целевая группа. То есть, если родители помогают с преодолением трудностей детям, у нас основная целевая аудитория – это дети. А родители у нас становятся инструментом. И мы все равно раскрываем проблему через людей, через целевую группу. И наша целевая группа, она всегда стоит на первом плане. А вот на втором плане у нас всегда стоит проблема. Но эта проблема должна быть одна. Когда мы пытаемся решить несколько проблем нашей целевой группы, мы опять же обрекаем себя на то, что это должно быть несколько проектов. То есть, мало того, что мы раскрываем через людей, через целевую группу, мы еще выбираем, какую проблему в рамках данного проекта мы будем решать. От классического проекта, то есть, что обозначает что, где, когда, у нас отличается только тем, что у нас появляется вопрос «Кто?». И этот «Кто?» выходит на первое место. Кто, что, где, когда. Таким образом мы можем сформулировать проблему. Это более развернутая версия той формулы, которая дана до этого. И все-таки вернемся к менее такому агрессивному примеру. Вот Анатолий с его фестивалем. Вот у него есть студенты. То есть, он представил для себя, что у него вот на фестиваль, на ивент, еще куда-то, вот возьмите даже наши Дни науки, МИСИС, там участвуют и школьники, и студенты. Но они специально разделены по разным трекам, потому что, по разным кураторам и по разным оценщикам, потому что у них разные цели и задачи. Хотя, казалось бы, мероприятие одно. Но в рамках того, как они решают свои проблемы через эти Дни науки, у них абсолютно разные цели. Студентам нужны публикации, а школьникам нужно вообще понимать, изначально они в науку пойдут или не пойдут. Может быть, это помогает им при поступлении, может быть, нет. Мы не знаем индивидуальной ситуации, но изначально Дни науки направлены на студенты. А школьники получают дополнительную выгоду. Это аудитория, которая находится за рамками проекта. То же самое с мероприятием Анатолия. Изначальная идея – провести мероприятие «Молодежно-научный фестиваль». Он представил, что на фестиваль придут разные люди – школьники, студенты, начинающие опытные ученые, жители, интересующиеся наукой. Каждый получит что-то свое. И вот здесь Анатолий из всего многообразия участников выбирает целевую группу студентов естественно-научных и технических специальностей города. Все еще очень широкая аудитория. Он осознал, что проблема оттока научных кадров и задача популяризации науки, она не относится напрямую к его целевой группе. И вот тогда он уже сужает аудиторию и формулирует проблему с позицией целевой группы. То есть студенты естественно-научных и технических специальностей. Целевая группа на первом месте. Что? Которые любят науку. И хотят ей заниматься. Где? Собирается выбрать ее в качестве карьерного пути. И когда? Соответственно, собираются в будущее. Но сомневаются они сейчас. Я прошу обратить ваше внимание, что сомневаются в настоящее время. То есть таким образом, в принципе, он определил общий для... Даже два общих параметра для своей целевой группы. Это студенты вузов двух специальностей, которые любят науку. и хотят ею заниматься. Но сомневаются. То есть они должны хотеть заниматься наукой, но пока сомневаются. Соответственно, мы таким образом рисуем целевую аудиторию, мы рисуем портрет нашей целевой аудитории. Этот прием взят из маркетинга. То есть, конечно, проектирование оно было раньше, но вот именно фундаментальной основы можно сказать, что заложил в маркетинг или маркетинг, как хотите. И создание портрета целевой аудитории идет по тому же самому принципу, как у вас идет создание портрета целевой аудитории в вашей рекламной кампании. Целевой аудитории, целевой группы для проекта. Вам нужно собрать этот образ. То есть пол, возраст, социальное положение, география проживания, другие признаки, которых объединяет, и добавить общую проблематику у всей этой группы. То есть даже уточняя группу Анатолия, мы можем добавить молодые студенты, учащиеся в вузах в возрасте от 16 до 22 лет, естественно, научных, технических специальностей, которые любят науку, хотят ей заниматься, но испытывают сложности в выборе карьерного пути. То есть мы уточнили, мы сузили до возраста, мы определили географию нашего проекта и, соответственно, определили общие характеристики и проблемы. Тем не менее, для того, чтобы нам сказать, что в нашем проекте будет именно такая целевая группа, нам еще эту проблему надо проверить вообще, она существует или нет. Пока у нас есть гипотеза. У нас есть гипотеза, что проблема существует, и мы вообще ее решаем. Для этого проводят исследования. Исследования могут быть как научные, так и социальные. Соответственно, научные исследования, мы понимаем, что это изучение всех научных источников, постановка экспериментов, получение результатов этого эксперимента. Если мы говорим про социальные, это опросы, в том числе стейкхолдеров, заказчиков проекта, то есть инвесторов, потенциальных и непотенциальных, спонсоров проекта, целевой аудитории проекта. То есть в данном конкретном случае социальные методы, они выходят на первый план. То есть нам нужно у нашей целевой аудитории, целевой группы вообще спросить, а у них эта проблема есть? Спросить мы можем несколькими путями. Первое – это провести опросы. Ну, это самое такое очевидное в лоб. Просто спросить, у них есть проблема? Да, нет. Скорее всего, мы услышим либо да, либо нет. Но это не подтвердит, не опровергнет нашу гипотезу. Для начала нам нужно разобраться вообще, а мы правильно сформулировали проблему или нет. И вот для этого уже подходит следующий инструмент. Это глубинное интервью. То есть когда мы выбираем несколько различных людей, которые между собой не коммуницируют, мы выделяем на это минимум час, и вот тут начинается отдельное действие. То есть это стандартное интервью. В принципе, на телевидении вы можете их посмотреть. С единственной разницей. На телевидении зачастую ответы уже согласованы. Ну, то есть они высылаются заранее, потом согласуются заранее. И вот то, что вы видите, зачастую – это уже согласованный сценарий того, как будет происходить разговор. Потому что время на телевидении стоит очень дорого. Время съемок. И поэтому никто не будет ждать, пока человек 20 минут подумает над ответом на вопрос. Поэтому здесь «just a business, nothing personal». Но прежде чем приступить к глубинному интервью, нам нужно собрать статистику вообще по нашей целевой группе. Статистику по упоминанию данной проблемы. То есть она где-то вообще упоминалась, кто-то ей занимался, разбирал еще что-нибудь. Похожие проекты, они должны быть не лоб в лоб похожи. То есть мы начинаем с проектов, которые были направлены на нашу целевую группу. По основным характеристикам. Мы убираем проблему, просто смотрим, вообще, что делалось с нашей целевой группой за последнее время. Если там что-то похожее, что может влиять как-то на нашу проблему, в ту или иную сторону. Иногда проекты одно ухудшает, другое улучшает. Бывает такое. Ну, про негативные факторы обычно все замалчивают. Соответственно, как проводить глубинное интервью? Это у вас тоже есть накануне. На одного человека в среднем уходит один час. То есть вы должны понимать, вы заранее ему вопросы не присылаете. Вам нужны действительно его ответы здесь и сейчас. В том эмоциональном состоянии, в котором он находится. И вот как провести хорошее интервью? В принципе, достаточно просто. То есть вам нужно составить список того, что вы хотите узнать, или просто список гипотез. То есть вы понимаете, что проблема на самом деле есть вот эта проблема, это, 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 это проблема. Какую вы решать будете? Соответственно, составьте вопросы, которые будете задавать людям. То есть вот на пару слайдов выше мы уже с гипотезами разобрались. То есть у нас есть проблема там, что есть вот эта проблема, это, это. По факту их может не быть. Следующее, соответственно, найдите добровольцев из числа представителей вашей целевой группы, которые готовы с вами поговорить. Вот тут вам, в принципе, пригодится опрос. Потому что таким образом вы уделили пулку людей, которые, в принципе, готовы рассмотреть вариант интервью. После того, как вы с ними свяжетесь, у вас отсеется еще больше половины, и вы как раз определите тех людей, с которыми вы будете договариваться на конкретное время. Из которых часть тоже отсеется к моменту интервью. Но часть останется. Приведите интервью и запишите ответ на диктофон. Сразу дам ремарку. Просто без предупреждения человека записывать нельзя. Вы вначале спрашиваете разрешение на запись. Если человек говорит вам «да», вы кладете диктофон в открытое место, чтобы человек видел, что все пишется. Если человек вам говорит «нет», записывайте от руки. И помните, что человек в этот момент может отказаться от своих слов. Но вы же ему не дело шьете, поэтому наша задача не стоит человека прижать. Просто с диктофона проще вспоминать. Когда вы проводите 2-3 интервью, это вы еще можете удержать в голове. Когда этих интервью начинает переваливать уже даже за 7, или когда вы их проводите около 70, вы ответы первого человека не помните после первого десятка. То есть даже расшифровать свои записи вы, скорее всего, не сможете. 70-му человеку вы забудете даже, как он выглядел. И главный вопрос, откуда их взять, какие задавать вообще в глубинном интервью, здесь есть несколько подсказок для вас. То есть задавайте открытые вопросы. Как я уже говорил, опросы с ответами «да» или «нет» являются закрытыми. Но информацию вам не дадут. Человек им сейчас сказал «да», потом сказал «нет», а еще вы можете ответ «да» заложить в вопросе. Вас устраивает или не устраивает, как проходит мероприятие? У человека есть два варианта ответа – «да» или «нет». Он, соответственно, если вы акцентируете внимание в вопросе, вас не устраивает, как проходит мероприятие, человек говорит «да» не устраивает, «да» устраивает, «да» не устраивает. Но так как вы не частицу уже поставили в вопросе, то вероятность того, что вы получите отрицательный ответ, она увеличивается. И открытый вопрос требует развернутого ответа. На них нельзя ответить «да» или «нет». И такие вопросы вам принесут больше всего информации и помогут избегать тупиков в беседе. Потому что как только вы, опять же, дали слишком долгую паузу, все, беседа начала рушиться. Человек потерял фокусировку на предмете разговора, человек потерял к вам интерес. То есть неправильно. Вы хотели бы разнообразить свой досуг? Вы хотели бы изучать иностранные языки? Да, хотел бы. И что? Правильный вопрос. Чего вам не хватает в вашем досуге? Тогда включается аналитический аппарат. То есть человек начинает анализировать. Что же мне действительно не хватает? Но и этот вопрос не самый правильный. Потому что вы у человека заложили сразу, что ему что-то не хватает в вопросе. Но задать вы его можете. Просто к нему надо правильно подвести. То есть если человек говорит, что ему чего-то не хватает, вы, соответственно, у него уточняете, чего вам не хватает. Опять же, нельзя спрашивать людей об их прошлом или настоящем опыте. То, что здесь и то, что было, не обозначает то, что это всех устраивает. То есть, в принципе, нужно сейчас спросить, что у человека есть и к чему он вообще мог бы, наверное, прийти. Но по факту для нас это ничего не решит. То есть нам нужно сейчас поймать состояние человека. Кому вы планируете обращаться за помощью по уходу за лежачим родственником. Вы можете гарантировать, что у человека завтра не изменится зарплата, что его не уволят. Он тоже не может. Он не может, исходя из этого, планировать, будет ли он вообще к кому-то обращаться. Но ситуация здесь и сейчас для него известна. Как вы справляетесь с уходом за лежачим родственником? Кто вам помогает? Это информация, которая вам помогает вообще в принципе понять, это целевая группа, она существует или нет. То есть если человек говорит, что он легко справляется, никто не помогает, окей, у него проблемы-то есть с уходом за родственником или нет. Ему вообще вот слово помощь, она им нужна или нет. Итог, чему... Этот пример как раз вот, когда нельзя в лоб задавать. Вы должны подвести человека какой-то области, в которой есть ответ на ваш вопрос. То есть если вы ему задаете, что вы знаете об эко-профилактике, он это слово в первый раз слышит. Так же, как экологическая грамотность, так же, как экологические состояния, он вообще в принципе не знает, что это такое. Потому что вы говорите с ним не на его языке. Но если вы спрашиваете про него, люди эгоистичные любят, когда про них спрашивают. Используйте это в своих интервью. Какие привычки экологичного образа жизни у вас есть? Он их найдет. А вам уже решать, входят они в руку вашего проекта или нет. Следующее. То есть то, что я уже сказал. Спрашивайте человека о нем, о его жизни. Вот все, что касается вокруг проблемной ситуации. То есть вы в лоб не спрашиваете, есть ли у него эта проблема. Но вы ситуативно выясняете вообще окружение. Это как свод-анализ в проекте. Вы выясняете у человека, что у него происходит с внешними и с внутренними факторами. То есть избегайте рассказов о собственном решении. Вы таким образом дадите человеку модель, на которую он отстроится. Его решение реальное уже будет вашим решением, а не его. Не надо говорить ему по проекту. Презентацию проекта вы ему не должны проводить. Вы сейчас исследуете его жизнь. а не рассказываете про свой проект. Ваша задача через глубинное интервью вообще понять, есть ли эта проблема или нет. В чем ее источник. Не надо убеждаться, что ваш проект нужен. То есть когда вы задаете, смотрите, мы делаем вот такой вот проект, а у вас есть вот такая проблема, человек найдет, что у него есть эта проблема. Вы ему уже рассказали про нее. А вам нужно его состояние вообще сейчас. У него эта проблема есть по факту или нет. Потому что зачастую, достаточно так часто получается, что проблема надумана. но есть другая. И в ходе интервью вы вдруг резко ее выясняете. И вот ее уже можно ставить во главу проекта. Менять, соответственно, цель и результат. При этом оставляя неизменно целевую группу. Как на данном примере. Вы бы хотели, чтобы около вашего дома появился благоустроенный сквер для прогулок с ребенком. То есть вы уже заложили, что ваш проект про благоустроенный сквер для прогулок еще и с ребенком. Еще и около дома. То есть вы в принципе презентовали весь свой проект. Вот с точки зрения обывателя я бы сказал да, хочу. Или кто-то сказал нет, не хочу, а чего они тут гулять будут, там дети орать будут. То есть у вас в принципе есть тут две категории, которые бы ответили либо да, либо нет. Вы опять человека ставите в категорию да, нет. Вы бы хотели, да. Вы бы хотели, нет. Но если вы ему задаете вопрос, где вы обычно гуляете с ребенком, что вам нравится в этих местах, а что не нравится. И что вы обычно делаете, вы составляете как раз портрет аудитории, их действия, распорядок дня. То есть вы можете расспросить о распорядке дня. Это один из вопросов. Расскажите о своем распорядке дня. Если мы разговариваем про жажду, как у вас со здоровьем? Вопрос некорректный, но переформулируйте его. О здоровье спрашивать не принято. Но в рамках интервью вы можете этот вопрос задать. Соответственно, как только мы подтвердили или не подтвердили свою гипотезу, то есть либо мы ее поменяли по ходу нашего исследования, мы выбираем нашу гипотезу и уже формируем правильный результат. То есть у нас есть проблема. Молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет, учащиеся в вузах и СУЗах города Москвы по естественным и техническим специальностям, интересующиеся наукой и желающие выбрать в качестве карьерного пути, испытывают сложности с выбором. И результат. Молодые люди в возрасте 18 до 20 лет, учащиеся в вузах СУЗах города Москвы по техническим естественно-научным специальностям, испытывающие интерес к науке и желающие выбрать в плане карьерного пути, определились либо смогли выбрать свой дальнейший карьерный путь в науке. Это результат. Ну, там мы, конечно, добавляем процентов более 30, не менее 50, потому что понятно, что, опять же, я уже говорил, результат должен быть измерим, адекватен, согласно ваших ресурсов. Если вы в состоянии после вашего проекта так организовать контрольные мероприятия, что вы дадите точные цифры, давайте точные цифры. Если вы уверены, что ваш результат прогнозируем на 100%, давайте точные цифры. Но лично я вам это делать не рекомендую. Давайте процент. Вы можете дать приблизительную цифру с учетом статистической погрешности. Не менее 30%, около 1000 человек. Эту цифру вы дать можете. То есть, вы перед этим расписали статистические данные. Как вы их считаете, сколько всего ваша целевая аудитория. Не менее 30% от общего числа это 1000 человек, например. Главное, мы так потихонечку подтекли к вашим проектам между проблемой и результатом должен быть как мостик. То есть, должна быть прямая связь. Они вообще должны быть практически равнозначны. То есть, если у вас есть проблема, есть результат, решение этой проблемы. Результат должен быть конкретным. Почему я говорю вам про цифры, почему я говорю вам про аудиторию и так далее и тому подобное. И для этого его и надо расшифровывать. Поэтому я говорю, что разница между другими типами проекта и социальным в рамках того, что вы ставите все результаты ваших стадий по схеме смарт, то есть, измеримо, ограниченного времени, прогнозируемо, здесь разницы никакой. Меняется просто схема, что вы на первое место всегда ставите людей, целевую аудиторию и их изменения, а потом все остальное. Через что вы делаете, как вы делаете, каким образом. Таким образом вы можете получить количественный результат проекта. Самое сложное в социальном проектировании это количественный и качественный результат. Потому что посчитать, например, патриотизм нереально. Потому что это абстрактный параметр, точно такой же, как и вера. Но вы можете посчитать фактическое количество людей, которые пришли к вам на уроки патриотического воспитания, вы можете узнать, кто из них после этого выбрал своим путем служения в той или иной форме на благо Родины. У нас есть определенный список патриотических специальностей. И кто изменил свое мнение в отношении государства, вы можете опрос сделать. Только государство и патриотизм это не одно и то же. То есть опять же мы должны это разделять у себя в проекте. Итак, мы получим количественный результат проекта. Это число тех представителей целевой группы, которые примут участие в проекте и тех, у кого произойдут изменения. то есть объясняю еще раз. У нас есть общая аудитория, которую мы информируем через свои уроки, которую мы информируем через свои мероприятия, которые знают о том, что мы вообще в принципе делаем этот проект. Это можно заложить как мероприятие, информировать о том, что проект идет. И вот здесь у вас аудитория будет весь город. Но целевая группа у вас 10 тысяч студентов МИСИС в Москве меньше, в Москве 7, ну, плюс-минус километр в зависимости от года. У вас есть 10 тысяч студентов МИСИС в вашей целевой аудитории, которых вы можете информировать. Из них 7 тысяч учатся в Москве. аудитория сузилась. Из этих 7 тысяч вам интересны студенты первых-вторых курсов, либо вторых-третьих бакалавриата факультета иностранных языков. И у вас остается 400 человек. Но изменения произойдут в рамках вашего проекта не у всех. Из этих 400 человек вашим благополучателям в итоге окажется 20, 30, 50. То есть там 30, 40, 50, 10, 20 процентов. 10 процентов нормально. Иногда 10 процентов от миллиона это очень много. И количество участников будущего проекта нужно прогнозировать, исходя из примерного числа целевой группы на территории реализации проекта. Учитывая ваши ресурсы. и возможно если вы уже этим занимались с предыдущего опыта организации. То есть вы можете опять же приводить свою экспертность и вам нужно ее приводить как аргумент к тому как вы это считали. И на этапе как раз оценки результата вы получите количественные результаты от внедрения ваших проекта. Идя по форму, что есть общая аудитория, которой мы информируем, есть те, кто примут участие, и есть те, на самом деле, у кого произойдут какие-то изменения. То есть то, что люди приняли участие, не обозначает, что у них что-то поменялось. Они приняли участие, а нам нужно, чтобы у произошли изменения. Поэтому главный вопрос всегда ваш результат это вообще про изменение целевой группы или про что-то другое. То есть научились оказывать первую помощь это изменение. У них навык появился новый. Они теперь увереннее себя чувствуют. У них внутренние изменения произошли. А стали увереннее мы не можем померять. То есть увереннее в чем? вот как следствие того, что научились навыкам оказания первой медицинской помощи, они сдали экзамен, получили сертификат, все, класс, мы это померили, на практике отработали. у нас есть фактический результат, что теперь эти люди знают, как это делать. Не факт, что они это когда-нибудь применят, но они факт того, что навык получили. Стали они от этого увереннее? Либо да, либо нет, ответят, информации никакой. Но как пример, чтобы окончательно закрепить, например, у нас есть еще одна проблема, работающие женщины в возрасте от 25 до 40 лет, имеющие одного или более детей, не проводят досуг интересным. Окей. Вы опросили, они такие, ну да, есть какие-то развлечения, ну что-то все не то. Вот результат, создан досуговый центр, окей, вот вы его создали. Факт того, что будет кто-то пользоваться, не доказано. факт того, что там что-то кто-то будет проводить, недоказуем. Факт того, что ваша целевая аудитория туда придет, вообще не факт. Тем более заниматься йогой и оздоровительными практиками. Не все любят йогу, и уж точно не все захотят про оздоровительные практики что-то слышать. Вот оставлять детей под присмотром еще звучит более-менее реальным. Все остальное вопрос. На самом деле результат не в этом. То есть мы написали, что у нас проблемы в работающих женщинах, а в результате мы создаем досуговый центр. У нас пропала целевая аудитория. Она должна всегда стоять у нас на первом месте. Соответственно проблема у нас остается той же самой. Окей, мы ее подтвердили каким-то образом. Но результат у нас становится уже, что не менее мы по молчанию считаем, что мы целевую группу определили, и она остается неизменной. Мы ее прописываем, там есть пункт целевая группа. Мы пишем, что не менее 40 женщин из нашей целевой группы проводят свой досуг интересный. Какая проблема, такой результат. И уже внутри проекта в ходе задачи мероприятия мы расписываем, как мы от нашей цели, от проблемы идем к нашему результату. Через наши задачи и мероприятия. Еще один пример, который будет поближе немножко. Я думаю, что досуг с детьми пока у нас мало кто испытывает, поэтому здесь будем пытаться приближать вас к реальности. например, организация планирует экологический проект. Вот может ли быть результат не про изменение целевой группы, а про то, что полезного мы сделаем. Спасем животных, обустроим природные территории. Как в предыдущем примере, людям от того, что вы спасетесь животных или обустроите природные территории, и не тепло, не холодно. Потому что на животных им вообще плевать, и они это не связывают с экологической грамотностью или какой-то экологической обстановкой. А то, что вы обустроите природные территории, это замечательно, только кто этим пользоваться будет. И обустроите для кого? То есть в любой экологической проблеме все равно участвуют люди, потому что вообще к этой проблеме обычно приводит людское действие или бездействие. И главным результатом вообще всего проекта должны быть конкретные изменения у этих людей, чтобы они поняли, зачем в принципе вы спасаете животных, зачем вообще обустроенные территории. Это все дополнительные результаты. То есть люди вообще должны понимать, что у них есть проблемы с экологией, и это надо как-то менять. И они должны в принципе с помощью вашего проекта это изменить. следующий пример. Что делать с количеством мероприятий, листовок, выпусков новостей, создания фильма? Стандартная ошибка, мы с моей организацией прошли через нее. Мы пошли через ролики, а не через изменение целевой группы. создать 25 роликов. Нам честно сказали вопрос и зачем? Потому что мы хотим такие, ну хотя бы честно, хотите, для чего? И где-то на седьмую, восьмую итерацию мы наконец-то сказали, что мы хотим поменять. Мы хотим поменять у людей вообще мировоззрение про локальные достопримечательности, потому что у нас есть люди, которые хотят, но не знают вообще, что это такое, с чем это едят. Они хотят это знать, потому что кому-то нужно сверкнуть перед барышней, аплодицией, деды не знают, о чем разговаривать с внуками, родители не знают, что отвечать на вопросы детей, а в центр ехать уже всем оскомину набьем. А вот хочется что-то вот у себя вот под боком сказать, когда тебе будут говорить, вот там Ноттердам де Парея, ты ему такой, смотри, что покажу, у нас в соседнем дворе стоит, это девятка Виктора Цоя, если что, или там котельная Виктора Цоя, где он работал. Кто об этом вообще знает, кроме фанатов Виктора Цоя? Но Виктора Цоя все в принципе знают. Например, у нас тут на дне реки танк лежит. Танк на секундочку лежит со времен Второй мировой. Кто об этом в курсе? Вы через этот мозг каждый день проходите? Поэтому ролики это просто инструмент, листовки это инструмент, книги это инструмент, они не могут быть с задачами, но они могут быть в составе мероприятий. потому что, например, ситуация с роликами. Мы можем выпустить фильм, его никто не посмотрит, мы можем сделать ролики, их никто не посмотрит, потому что мы сами не понимаем, для чего сделали этот фильм, эти ролики, чтобы 10 человек, X человек посмотрели этот фильм, и что вынесли для себя, для своего опыта. то есть что они в принципе после просмотров роликов, клипов, еще что-то они для себя вынесут. У них как-то изменится жизнь после этого, они смогут это применить на практике? Если да, то окей, это результат. Как, почему, где, как, что? То есть по сути мы сделали инструмент для изменения жизни человека, но в данном случае, чтобы получить деньги на это, нам нужно переформулировать цель. цель, например, воспитать финансовую грамотность у широких слоев населения, у детей, то есть начать заложить какие-то основы финансовой грамотности. Вы знаете, через что это сейчас делается? Через мультика про Стоквашино. Если кто не в курсе, Минфин недавно анонсировал, что они выпустили мультик про финансовую грамотность с героями про Стоквашино. То есть союз мультфильм вместе с Министерством финансов получил финансирование на съемки мультфильма. У союз мультфильма мало денег? Минфин вообще, в принципе, как бы владеет практически всеми потоками денежными. На самом деле владеет ЦБ. Но сама постановка вопроса, то есть они смогли это обосновать через социальные проекты. То есть для тех, кто не верит, я сейчас просто в чат брошу ссылку, то есть вы сможете реально посмотреть, что оно существует. Это официальная новость на сайте Министерства финансов. Можете почитать и даже не знаю, просто оценить. Я рассказывал на своих семинарах, мы проиграли смешарикам. Смешарики делают тоже цикл определенных роликов тоже по финансовой грамотности и по в принципе по работе с детьми с трудной жизненной ситуацией. Вы считаете, что у ребят из Томска деньги кончились? Их давным-давно финансируют, у них все нормально соинвестировано, но их надо как-то деньги немножечко еще. Много не бывает, надо что-то полезное делать. И о проекте, о том, что они делают что-то полезное, надо заявить. Проект отличная вещь. Вы используете государственные каналы для обещения всех жителей нашей необъятной Родины и даже за ее пределами, что вы делаете общественно полезное дело. Для себя вы получаете офигенный плюс в резюме, потому что вас запросить, а вы как с проектами? Так вот, вот мы реализовали, вот, вот заявка, вот официально мы выиграли, все нормально. Даже если это были региональные конкурсы от Росмолодежи, которых проводится невероятное количество, конкурсы от правительства Москвы. Да, сразу оговорюсь, первое место вы не получите, если у вас нет связи в жюри. Вот стопроц. В администрации, в жюри, как бы первое место, скорее всего, уже знают, кому отдадут. Деньги должны уйти туда, потому что проект, скорее всего, уже сделали. Звучит некрасиво, но это реальная жизнь. Но второе, третье, а это где-то порядка ста, ну, ста пятидесяти тысяч в среднем, иногда тридцать на конкурс, вы получить можете нормальных, живых денег, которые вы можете сделать, чтобы проект состоялся. Попробовать, получится, не получится, неизвестно. Один из вариантов закрытия проекта, об этом мы поговорим как раз немножечко на следующем занятии, это закрытие проекта с отрицательным результатом. Не получилось, такое бывает. Это тоже результат проекта. Но смысл в том, что вы проект начали, и он, в принципе, у вас, вот вы его закончили, но тот, тот результат не тот. Бывает. Значит, возможно, где-то просчитались с аналитикой, либо изменились внешние какие-то данные. У нас половина проектов полетела из-за того, что, ну вот, год назад вот это все началось. Они просто накрылись медным тазом. В силу не того, что они нереализуемы, а в силу потому что. Бывает? Окей. Те, кто не входит в целевую группу, но все равно получает какие-то блага от нашего проекта. Вообще история как бы отличная, нормальная. То есть наша основная цель, чтобы у нашей целевой аудитории произошли изменения, мы это указываем. То есть изменение благополучателей это дополнительный результат нашего проекта. И вы можете вообще указать, что, например, мы когда реализовали вот этот вот проект, у нас еще бонусы получили вот эти. Мы сейчас хотим этот бонус расширить, размножить и масштабировать. В рамках текущего проекта вы это можете говорить только в секции планы на будущее. Она там есть в заявке. то есть это дополнительный бонус, что вы понимаете, что ваш проект, да, четко направлен, что вы четко определились с целевой группой. Вы понимаете, что он оказывает комплексное воздействие не только на целевую группу, но еще там облегчает жизнь еще кому-то. Но сейчас вы четко спозиционированы на том, что вы помогаете именно им, именно так, именно здесь и именно у них такой результат. Все остальное это дополнительные целевые группы. Не надо его указывать в заявке проекта. В заявке на целевые группы должна быть одна группа. Потому что так вы можете измерить результат проекта. Когда вы пытаетесь еще измерить, кто еще дополнительно получает с этого выгоду, вы в расчетах умрете. А здесь нам нужно один раз придумать, как мы измеряем результат проекта. Все. Для одной целевой аудитории, а не для мира во всем мире. То есть, как я уже говорил, иногда помогает формула с процентовкой. Что-то изменилось на x процентов. Там пенсионеры стали гулять на 50 процентов больше, чем гуляли до проекта. А молодые мамочки стали проводить досуг активнее. Там 30 процентов молодых мамочек стали проводить досуг интересно. Еще что-нибудь. Если вы не можете вообще уточнить точно, что, сколько у кого поменялось количество, скорее всего, вы с гипотезой что-то не докрутили. То есть, вам не хватило что-то до исследований. Результат у вас, соответственно, уже сделан не очень корректно. Вернее, некорректно. То есть, вы можете пробежаться опять же по чек-листу. Есть на канвас. Результат должен отражать изменения в состоянии целевой группы. То есть, целевая группа та же самая, как с проблемой. Обратите внимание, формула результата та же самая. Целевая группа плюс предполагаемое поведение. Разница заключается лишь в том, что в формуле с постановкой проблемы мы рассматривали текущее состояние, то есть, поведение группы. Здесь мы выносим предполагаемое поведение, но формула по сути не поменялась. Результат должен соответствовать проблеме. Результатом проекта не может быть создание инструмента решения проблемы. Создание центра это инструмент для решения проблемы, но результатом проекта он являться не может. Результат должен быть конкретным и достижимым в рамках проекта. И он должен быть измеримым. Что такое достижимых в рамках проекта? Средняя продолжительность проекта от полугода до трех лет. Больше трех лет проекты становятся либо мегапроектами, либо переходят в категорию портфеля проектов, серии проектов. Это уже не краткосрочный проект. То есть свыше 36 месяцев практически ни один фонд финансирования не оказывает. Фонд президентских грантов не исключение. 36 месяцев потолок. За три года не успели, свободны. Разбивайте на несколько проектов, значит неправильно спланировали, значит у вас изменения, если за это время не могут произойти, это не один проект. Либо вопросы с формулировки. То же самое у вас. у вас есть от полугода до двух лет, ну уже меньше, для того, чтобы реализовать проект. Если по факту ваш проект не вкладывается в эти сроки, что-то посчитано не так, что-то исследование неправильно, либо сформулирован результат некорректно. То есть вы, например, переоценили свой ресурс. Бывает. К оценке ресурсов мы еще подойдем. Важно просто уложить у себя, еще раз повторяю, как мостик между цель проекта это есть сейчас и должно быть. Вот что должно вообще произойти, чтобы между есть сейчас и должно быть произошли эти изменения. то есть что нужно сделать вообще в принципе и тогда у вас будет цель. То есть студенты не знают, мамочка, мне интересно обеспечить, научить еще что-то. Начинайте с глагола. Глагол действия. Он вас подтолкнет к более правильной формулировке. Ну то есть так же опять же это такие уже инсайдерские штуки, которые в принципе особо нигде не пишут. Либо пишут языком, который честно я прочитал все положения конкурсов, в которых мы принимали участие. Половину писали такое ощущение, что даже не бухгалтера и не юристы, а люди из каких-то других планет. Но они имеют право на жизнь. И вам нужно знать условия этих конкурсов, потому что вас по ним оценят. Если вы думаете, что когда вы приходите в жилую к инвесторам происходит что-то по-другому, нет, у них есть свой параметр критерий оценки. Если вы думаете, что мы ваши работы оценивали просто из головы, вы ошибаетесь. У нас есть целая табличка с критериями ваших оценок. Просто мы ее вам не показывали. Потому что если бы мы вам ее показали со степенью на самом деле критичности, то баллов у вас бы оказалось в три раза меньше. Нашей задачей было не похоронить вас на экзамене. оценить, как вы поняли материал и в принципе насколько вы готовы к тому, чтобы у вас была возможность использовать проект на мышление. И мы вам выставляли именно баллы за то, что вы сделали. Они снимали за то, что вы не сделали. В реальной жизни действительно баллы снимают за то, что сделано неправильно, ни по формулам, ни по уставу и снимают в хост и в гриву. Итак, как проверить цель? Если цель будет достигнута, условия будут созданы. Вот вообще обозначает ли, что у целевой группы что-то изменится? Ну вот то у нас появятся лифты, появятся вендинг-автоматы, чат-боты, там книжки, еще что-то. Вообще у вас что-то поменяется в жизни. Не факт. Потому что условия вы можете создать. Но не факт, что ваша целевая группа эти условия воспользуются. И получается, что в данном случае цель до результата не дотягивается. Поэтому в принципе для формулировки социальной цели можно использовать слова повысить, улучшить, решить. В реальных проектах промышленных по инновациям, по финансам, по институциям это тоже допускается, но там сразу опять же так же, как и здесь просят писать на сколько процентов и от какого числа. То есть по классике не меняется ничего. У вас есть изначальные цифры и у вас есть конечные цифры. Соответственно, вы смотрите по цели. Одна ли у вас цель в проекте? Понятно ли с формулировки цели, что целевая группа проекта и вообще кто эти люди и какую проблему вы решаете? Достаточно ли просто понятной и конкретно сформулирована цель? Вот здесь очень внимательно. Потому что опять же, если вы начинаете формулировать цели согласно результатам наблюдений статистики Кемерской области за 2016 год, это обоснование проекта. Цель это писать не надо. Цель должна быть короткой, емкой и понятной человеку с улицы. Используйте метод резиновой удочки или поговори с ребенком. Попробуйте рассказать цель ребенку, если он вам ответит, что ему понятно и сможет объяснить, что вы вообще хотите своим проектом достигнуть. Класс! Цель достигнута. Или человек, который в этой области вообще не имеет никакого отношения. Цель достигнута. То есть цель сформулирована правильно. Если вам человек начинает задавать 100-500 уточняющих вопросов, все, меняйте формулировку. Цель непонятна. Написана нечеловеческим языком. Вы будете очень удивлены, но на самом деле, когда вы пишете цель для научного проекта, для научной заявки, вы точно так же пишете ее человеческим языком, просто подкрепляете нормальным аргументом. Вы просто пишете в академическом стиле, подкрепляя аргументы, но логика остается той же самой. В проектах по инновации то же самое. Качественные изменения в обществе, в промышленности, в политике, в миру. меняете целевую аудиторию на соответствующую отрасль, на соответствующую ветку развития, получаете, что ваша инновация сделает там. Все. Что ваше научное открытие сделает здесь. Соответственно, это к вопросу о понятности. Отражает ли цель переход от проблемы к результату? Это к вопросу о том, что не пытайтесь решить досуг методом построения досугового центра. И возможно ли достичь цели в рамках проекта? К вопросу о сроках. Ставьте реальные сроки. Как их поставить, мы тоже посмотрим. Такой опять же спойлер. Вот вам пример. Молодые мамы-одиночки, возраст 20-25 лет, без высшего образования, испытывают потребность в дополнительном заработке для обеспечения семьи. В результате мы получим, что молодые мамы-одиночки 20-25 лет, без высшего образования, имеют дополнительный заработок. То есть у нас проблема должна соотноситься с результатом. Есть? Есть. Для того, чтобы из проблемы мы перешли в результат, нам нужно помочь молодым мамам-одиночкам, без высшего образования, получать дополнительный заработок. У вас есть подобный проект по швейной мастерски. Вот вам, соответственно, изначальное состояние, результат, цель, связь в виде треугольника. То есть называть это треугольником цели на самом деле неправильно. Поэтому я это не называю треугольником цели. Просто вы должны визуально видеть связь между этими тремя вещами. вы должны помнить, что у нас любое действие, любая задача, любая цель укладывается, опять же, технологией смарт. Вы будете смеяться, когда вы это увидите. То есть она у вас специализированная, измеримая, достижимая, реальная и ограниченная по времени. минимум она ограничена временем проекта. Даже если у вас глобальные там задачи на весь проект, она все равно ограничена временем проекта. Переходим к блоку задач. Опять же, задачи формулируются по технологии смарт. и здесь задачи формируются из причин проблем. То есть мы поняли, что у нас есть проблема, мы доказали, мы поставили результат решить проблему. У нас есть цель решить данную проблему. И тут мы начинаем с задачи формулировать из того вообще, откуда эта проблема взялась. То есть нам нужно понять причины данной проблемы. И вот задачи устраняют наиболее критичные причины существования проблемы. То есть которые напрямую связаны с решением проблем. Надо помнить, что мы должны включать в проект только те задачи, на которые вы можете повлиять. Как я уже говорил, график вывоза мусора, куда этот мусор потом будет утилизирован, вы на это влиять не можете. Вы не можете эту задачу включить в проект. Но подать заявку на вывоз мусора вы можете. Но это мероприятие. Это немножечко дальше. Если причина неустроима и без нее невозможно решить проблему, то вообще следует разбить проект, сделать декомпозицию. То есть сделать и разбить всю проблему на какие-то части небольшие. И уже решать часть проблему и решать вот эту часть в рамках проекта. Все остальное оставляйте за кадром. Уменьшайте проблему для начала. Будет проще. И главное следует включать в проект только те задачи, которые требуют адекватных затрат ресурсов. Могу сказать сразу есть несколько проектов, которые потребуют ресурсов, которых у вас нет. И получить вы их сможете при очень удачном стечении обстоятельств. но в этом ключе вы нарушаете часть три. Следует включать в проект только те задачи, на которые команда проекта сможет повлиять. Если люди решат вам отказать в ваших задачах, в решениях ваших задач, вы на это повлиять уже не сможете. Вы сможете, если вы встанете на позиции тех людей, которые принимают решения. это путь долгий. Но возможно. Тем не менее, в первом приближении эти задачи нерешаемы вами. Подчеркиваю, вами нерешаемы. Потому что у вас ресурсов на это нет. И вам нужно эти ресурсы откуда-то доставать. Например, кредитование для вас неадекватно. То есть для того, чтобы решить вопросы проекта, вы будете брать кредит. Это бред. ну то есть соответственно вы рассчитываете на ресурс, который вам не принадлежит. И задачи резюмирую, это как раз те стадии, но не мероприятия, которые проходят люди на пути с проблемной точки в момент решения. То есть на примере экологической грамотности задачи могут звучать как научить людей основам раздельного сбора. Будут они этим пользоваться? Нет. Или да. Мы их можем научить, как это вообще происходит. Пояснить, заметьте, пояснить целевой группе, как происходят процессы переработки. Привлечь людей к уборке и сортировке мусора. То, что вы им рассказали, надо закреплять контрольные мероприятия. Проанализировать реакцию людей, кто пришел на первое, второе, третье мероприятия. Как у них поменялось вообще отношение, что они поняли, выяснили для себя. В любом случае, все, что нужно выяснить, задача всегда начинается с глагола действия. Проанализировать, привлечь, научить, помочь. Плюс, опять же, целевая аудитория. И плюс то, что в итоге, то есть на что направлено в итоге ваши действия. То есть к какому вообще там навыку, мероприятию, к обретению, к чего направлено ваше действие. И вот в рамках решения отдельных задач мы планируем мероприятие. Построить стадион, договориться с властями о вывозе мусора, написать письмо президенту, попинать экологическое объединение, вытащить оттуда специалистов по раздельному сбору, создать брошюры по тому, как там у нас разные категории мусора, где они перерабатываются, где они перерабатываются, сделать карту доступных точек и так далее и тому подобное. Это мероприятие. Мы создаем инструменты для решения задачи. Чтобы было наглядно. У нас есть проект для подростков. Мы определили, что мы берем не всех подростков, например, подростки там 14-17 лет с избыточным весом осознают свою проблему, желают изменить свой образ жизни. К этому мы пришли из-за того, что мы увидели много печальных подростков. Мы спросили, почему печальные такие? В ходе глубинных интервью мы поняли, что у них там избыточный вес, они понимают, что есть проблемы, хотят что-то поменять, но не знают, как с этим вообще жить. Мы уточняем, что мы это делали в городе Сызрань, то есть после всех интервью. Мы выяснили, почему это происходит, то есть они не занимаются спортом и неправильно питаются. И мы хотим получить результат, что не менее 50 участников проекта, мы подсчитали, что это примерно 150, то есть мы взяли несколько школ, то есть здесь опять же написано достаточно общими словами, но обычно берется там район, может быть, в городе Сызрань как раз их 150 человек. внедрили спорт на постоянной основе в свою жизнь. Отлично, мы расписываем, записались и посещают спортивные секции не менее двух раз в неделю. То есть мы ограничим его времени, четко прописываем результат, мы его измерили. Не менее 80 человек, не менее 80 процентов из 240 участников придерживаются, как видите, то есть мы пишем процентовку, потом примерное количество человек. То есть в нашем случае мы взяли, что у нас вообще все участники 300, 80 процентов от 300 240 придерживаются правил здорового питания. Заметьте, у нас результаты по одной категории, по второй могут различаться. Мы проблему решили комплексно через разные задачи. И соответственно по разным задачам мы получили разные результаты. но цель у нас единая. Помочь подросткам 14-17 лет из города освоить навыки здорового питания и внедрить на постоянной основе спортивные занятия в свою жизнь. Таким образом мы решим их проблему с избыточным весом. Теперь начинаем формулировать задачи. Причин нет привычки брать здоровый перекус и вообще выбирать здоровые продукты. Это к вопросу о питании. Наша задача приучить, научить выбирать здоровые продукты. Заставить их брать с собой здоровый перекус мы не можем. Но научить как выбирать здоровые продукты нам вполне себе доступны. Подростки не знают как правильно питаться. Самое очевидное рассказать подросткам как правильно питаться. Будут применять не будут мы не знаем. Для многих подростков еда это способ борьбы со стрессом. Отлично. Мы с чем здесь будем бороться со стрессом? Но как мы дадим им инструмент как выявлять сигналы стресса и преодолевать его? Не прибегая к еде. Мы дадим альтернативу общепит типичный досуг для подростков. Мы с общепитом бороться можем? Нет. Поменять желание подростков ходить в общепит мы можем? Нет. Это их решение. То есть мы эту проблему не решили никак. Мы можем 250 тысяч раз рассказывать что общепит это зло. Что общепит это не досуг и дарит и подобное. Мы на это повлиять не можем. Никак. Потому что наша аргументация нерелевантна. Поэтому это не может быть задачей нашего проекта. Но эта задача может быть решена вообще автоматикой как бы походе в рамках проекта. на это надо расписывать обоснование. Отсутствие мотивации к занятиям спортом. Мотивировать к занятиям спортом. На самом деле здесь еще можно расписать причину. Это немножечко обобщено. Потому что следующая же причина нам открывает еще больше проблематики и объединяет многие задачи. Отсутствие круга единомышленников, с которыми ходить заниматься спортом, с которым есть здоровую пищу и вообще в принципе такая поддержка. Мы объединяем задачи, получаем на выходе вообще шикарно. То есть что нам нужно сделать? Нам нужно создать поддерживающее сообщество из единомышленников для мотивации к ведению здорового образа жизни. Это вам и спорт, и здоровье. Обеспечить поддержку родителей в вопросах спорта и здорового питания. Потому что если у людей действительно проблема, это подростки, им нужно все-таки, чтобы родители это одобрили. Мы без родителей их никуда насильно затолкать не можем. Поэтому мы в рамках проекта обязаны проводить работу с родителями. Но заметьте, мы от родителей просим оказать поддержку поддержку самим подросткам. Мы не занимаемся родителями вплотную, что они должны подростков научить, как правильно питаться. Это мы делаем. Приучить подростков регулярно выбирать здоровые продукты. Навык. Его можно воспитать за счет регулярности, когда мы дадем им чек-листы, дневники, наблюдения, следим за тем, чтобы они выполняли, вводим их за ручку. Там вариантов масса. Научить подростков выявлять сигналы стресса и преодолевать их, не прибегая к еде. Научить можем? Можем. Будут пользоваться? Ну, наверное, кто-то будет. Обеспечить подросткам условия для занятия спорта? Можем? Можем. Будут пользоваться? Зависит от нас. Сможем мотивировать? Будут пользоваться. Поэтому план работы с задачами проекта у нас достаточно простой. Выписать все выявленные причины проблем. Вообще, откуда ноги растут? Перевратить их в задачи, убедиться, что причины соответствуют задачам, отказаться от задач, которые мы не можем решить. Главное, чтобы это было не самой существенной задачей. То есть, если это задача, которая напрямую влияет вообще на проблему, и если мы их устроим, то проблема уйдет сама собой, это выбрасывать нельзя. Это повод для того, чтобы мы разбили частей. Дальше мы смотрим, какие задачи можно сгруппировать. Не надо платить 250 тысяч задач. Скорее всего, их можно скомпоновать по каким-то общим признакам. Проверяем задачу на достижимость, добавляем, если чего-то не хватает, и проверяем на корректность. Не пропала ли у нас целевая группа. То есть, мы вообще на ту целевую группу воздействуем или нет. Даже если мы косвенно через родителей за воздействием на подростков, мы указываем задачи, что у нас родители воздействуют на подростков. У нас целевая аудитория никуда ни из задач не пропала. Мы делаем условия для занятий спорта для наших подростков. Они сильно отличаются от условий для занятий спорта, например, взрослого состоявшегося спортсмена. И не являются ли задачи мероприятиями. Мы там спортивный центр случайно в задачах не строим, вот тут мы подошли к самому основному блоку, то есть мероприятия. По сути, мы можем идти, я вам сейчас быстренько расскажу, но не буду в подробностях, у нас времени уже нет, чтобы вас не задерживать. мы можем пойти от обратного. Мы можем спланировать комплекс мероприятий, то есть что мы хотим сделать, под него подтянуть задачи, то есть что у нас вообще будет решено, когда мы что-то построим, что-то сделаем, что-то внедрим. После чего мы можем подтянуть под эти задачи результат, то есть найти целевую группу и посмотреть, что у них реально изменится после этого. и после этого поставить цель этого изменения, чтобы это изменение произошло в рамках нашего проекта. Метод так себе, но работает. То есть его использовать можно, но на этапе проверки, то есть когда вы уже все сделали, и вы в обратную сторону идете и смотрите, работает или нет. Потому что бывает такое, что у вас от цели до результата через задачи мероприятия вроде все проходит, начинаете идти от мероприятия, у вас мероприятия не работают. То есть вы понимаете, что не работают. Задача не будет выполнена в ходе этих мероприятий. То есть как пример, научить людей основам раздельного сбора это задача. А вот мероприятия у нас уже полетят. Собрать аналитический материал по теме, то что я вам говорил, найти аудиторию, как минимум где вы эти занятия будете проводить. Подготовить и провести занятия. Подготовить мелкопрактический материал, практика нужна после освоения теории. Провести небольшой тест на закрепление знаний. Вы должны понять, то есть тестом вы контролируете теоретические знания, практикой вы формируете практический навык, вы закрепляете это все. Тогда вы можете сказать, чтобы людей реально научили основам раздельного сбора мусора. Они сами потребовали, сами попробовали они освоили теоретический материал, все, вы галочку поставили, задача выполнена. Но каждое мероприятие в отдельности задача у вас решит. То есть если вы просто найдете аудиторию под занятие, ну, нашли аудиторию, дальше что? Провели тест, окей, вы проконтролировали теоретическую состоящее. Это говорит о том, что люди научились это делать? Нет. Они тест сделали, но практического навыка они не получили, а значит они не научились это делать. Они сделали практическую часть, окей, под вашим присмотром вы им показывали, что куда складывать, люди руками попробовали это сделать. Это обозначает, что они понимают, для чего они это делают? Нет. Поэтому комплекс мероприятий должен проверяться комплексом. И вот как раз, когда у нас есть расписанный комплекс мероприятий, именно на его основе о количестве и ресурсах необходимых вообще для того, чтобы он состоялся, мы можем начать календарное планирование проекта. Это я вас подвожу опять же к спойлеру к другим наших лекциям. Итак, обещаю три последних слайда. Просто примеры. Дети, которые с родителями, у которых лишний вес. Что мы можем сделать для родителей? Мы можем прочитать для родителей лекции о важности здорового образа жизни. Мы можем сделать короткие мотивационные ролики. Мы можем разработать инфографику. Это все мероприятия. Создать мотивационный чат для родителей, провести спортивные соревнования между родителями и подростками, сделать серию совместных психологических тренингов для родителей и подростков, сделать конкурс для родителей «Мой Возможно, все вот это просто не нужно, потому что ролики не посмотрят, инфографику использовать не будут, лекции послушают и забудут, мотивационный чат, ну окей, для разборок могут использовать, покидают друг друга продуктами жизнедеятельности. Спортивные соревнования, хорошо, мы их приведем, кто-то придет, это даст нам спорт, согласен, но научат ли поддержки? Нет, потому что здесь про поддержку особо ничего нету, кроме сделать серию совместных психологических тренингов для родителей и подростков. Вот это мероприятие укладывается, оно сможет там более-менее решить нашу проблему и задачу. Все остальное очень сомнительно. Вот провести серию онлайн-лекций, как я уже говорил, со сбором обратной связи, с тестированием, с практическим применением, а вот как раз практическое применение, это следующий пункт. Кулинарные мастер-классы на основе здорового питания и рассказать о сервисах доставки полезной еды может сработать. Послушали, почитали, попробовали, закрепили. Провести тренинги по психологии детей. Да, окей, эта проблема есть у всех родителей, у кого есть дети-подростки. Сейчас, причем, возраст подростков достаточно сильно сместился, это я вам точно говорю. У меня есть целевая группа. Итак, подведя итог, еще раз напоминаю, социальные проекты ограничены во времени комплекс мероприятий, который приведет к заранее запланированному результату по решению проблемы целевой группы. То есть у вас, у большинства сейчас прописан комплекс мероприятий. Вот вы мероприятие, уберите в блок мероприятия. Задачи, соответственно, сформулируйте на основе мероприятий. Тогда у вас цель и результат сойдутся в одной форме. Или как проблема, результат и какую надо поставить цель для того, чтобы получить этот результат. Если у вас не получается в блок пройти через цель. На этом сегодня все. Спасибо, что все-таки, несмотря на технические и административные сложности, вы добрались до нашего сегодняшнего занятия. Надеюсь, ссылка вам понравится. На самом деле, мотивирует к тому, что в проекты социальные можно залезть, причем с достаточно странными идеями, и они прокатят. То есть, напоследок, я вам хочу привести еще пример, что получить деньги можно на то, чтобы сделать спектакль, серию лекций, построить дом, и это все делать в рамках социального проектирования, а не классического инвестиционного. Заметьте. И это делают студенты. Если бы не был жюри, наверное, бы не поверил. Реально. Поэтому ваша задача правильно сформулировать цель, задачу, результат, мероприятие. После этого вы сможете посчитать и время, и деньги. И как? Это будет в наших следующих лекциях. На сегодня это все. Спасибо, что пришли. Если есть вопросы, готов ответить. Да, можно вопрос? Да. У нас по потоку ходит слух, что нам нужно инвесторов искать для проекта, вот этим всем заниматься. Хочется спросить вообще, насколько мы должны уходить в клуб, выполняя этот проект, насколько мы должны. Должны ли мы искать инвесторов, должны ли мы проводить какие-то организационные мероприятия, все в таком духе. Смотрите. Да, как я уже сказал в начале, мы хотели вам дать именно практический курс, связанный с реальной жизнью, то есть как вы это все будете применять. Потому что сформулировать проект «Мир во всем мире» может в принципе каждый. Мы поэтому вас ориентировали на реальность вашего проекта. Многие из ваших проектов уже даже реализуются. Поэтому ваша задача все-таки в рамках проекта, когда вы дойдете до всей теоретической значимости, обрести в себе уверенность в том, чтобы хотя бы подать заявку, попробовать зайти к инвестору, подать заявку на конкурс и получить результат, чтобы вы физически убедились в том, что либо вы делаете правильно, либо делаете неправильно. То есть мы не будем принуждать вас к этому. Мы не будем акцентировать внимание на том, что это будет каким-то контрольным мероприятием. Но это является опять же частью вашего исследования. Если вы этого не сделаете, то скорее всего результаты у вас будут нерелевантны. Поэтому здесь в обязательные требования мы это пока не ставим. Если не изменятся нормы, что вы должны показать практические результаты, то вас никто это заставлять делать не будет. Это также останется на ваше усмотрение. Но могу сказать, что скорее всего это повлияет на итоговую оценку. Потому что подтвердить результаты своего проекта вы таким образом не сможете. Если вы в состоянии обойтись в своем проекте без инвесторов, это называется самофинансирование. То есть мы не призываем вас искать деньги, обязательно реализовывать проекты. Есть проекты, которые реализуются без денег. То есть на каких-то своих мощностях вы в состоянии это сделать самостоятельно. Конечно, это условно без денег, потому что ваше время стоит денег. И уже достаточно больших в образовании. Посчитайте, сколько вы уже вложили. Соответственно, ресурсы, которые вы используете, стоят денег. Даже если они бесплатные, значит, кто-то за них заплатил. И у них есть условия этой бесплатности. Либо условной бесплатности. То есть если вам что-то дают бесплатно, скорее всего у вас есть ограничения на использование результатов. И соответственно, да, как я уже говорил, пока слухи не оправданы. То есть нам бы хотелось, чтобы вы реально попробовали со своими проектами получить финансирование. Получите вы его или нет, мы вам гарантировать не можем. Но то, что вы научитесь при условии, если захотите, правильно составлять заявки на эти проекты и приходить к инвестору уже с готовой идеей, это да. Будете вы это делать или нет, в программе это не обязательно. Я на вопрос ответил? Стало понятнее? Еще вопросы? Ну, по правилу 5 секунд, значит, нет вопросов. Тогда еще раз спасибо всем, кто пришел. Запись, соответственно, как я уже сказал, перекину на другой ресурс, чтобы она не потерялась. То есть не будем совершать ошибку прошлого семестра, так как у нас с Teams она удаляется через какое-то время. Соответственно, ссылку брошу в лекцию. Лекцию могу открыть сейчас, ссылку до брошу позже, чтобы вы еще раз пересмотрели. Но рекомендую делать это не сегодня. То есть вы сейчас это прослушали, посмотрели, выдохните, и уже решите, когда вы соберетесь с проектной командой, посмотрите на свой проект еще раз. Вот по чек-листам, которые есть на Canvas. Посмотрите, эти чек-листы работают, в принципе, на любой тип проекта. Просто формулировки поменяйте, с целевой группы на то, что является основных там инвестиции. Получить инвестиции на, и что вы, соответственно, решаете. Получить финансирование на. Это может быть проектом инвестиционным, но мы вас этому не учим. Там немножечко другие законы. Они тяжелее. Вот. Вот.